Я считаю, что доклад, и в частности доклад о красно-белом синтезе, это вообще очень эффективное средство интеллектуальной войны, интеллектуального воздействия. Дело в том, что доклад, которым участвовало еще в подготовке которого 10 или 15 человек разных взглядов, созданный по определенной методологии, не просто каждый по очереди пишет, или кто-то пишет, а остальные, допустим, правят. Есть и методология оргдеятельностная, которая позволяет взять из каждого его взгляд, позицию, совокупно синтезировать. Он является основой для такой доклад, для политического действия, для тех, кто будет заказчиком этого доклада или кому он будет востребован. Заказчиком является политическая власть в данном случае. Они поняли, что они не имеют смыслов продолжения существования страны, на мой взгляд. Потому что ценности, которые нам декларировали столько лет, надо жить хорошо, надо просто жить. Мы выясняем, что ни одна нация на Земле так не живет с такими ценностями. Каждая нация, хоть Эквадор, хоть Африканская страна, хоть Швейцария, хоть Лихтенштейн, она имеет смысл в своей жизни. Зачем они живут? Кто-то постулирует демократию, кто-то постулирует племенные ценности, кто-то постулирует социализм. А нам говорят, главная политическая идея, это говорил президент Медведев, просто хорошо жить. Мы должны стать пятой страной мира. Это для русских, что ли? Стать пятой страной мира такая задача, такая национальная идея? Мне кажется, что доклады, в данном случае, и сборского клуба, они формулируют на самом деле цели и ориентиры национального развития. Главный субъект истории – это российская нация, мультиэтническая. У нас не только русские, у нас и другие народы, около ста народов, десятки народов в России самых разных. И каждый народ, даже самый маленький в России, ощущает себя, скажем так, субъектом истории. Почему мы вместе? Куда нам идти вместе? Зачем мы вместе? Что мы предлагаем миру? И чем мы отличаемся от мира? Для того, чтобы формулировать эти вопросы национального развития, доклад является очень хорошим инструментом.